Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня по техническим причинам нас может быть только 103 человека, но в октябре мы повторим этот же вебинар вновь. Так что, поскольку дважды прочитать одинаково не получается, жду вас и в октябре. Ну что ж, давайте сегодня поговорим об обучении пассивных детей английскому языку, о приемах и методах. И для начала давайте попробуем с вами определиться, кто же такой пассивный ребенок, что его отличает. Если у вас эхо, то, возможно, у вас включен микрофон, выключите. Так, немотивированный. Да, вчера по этой же причине не получалось войти в вебинар, соответственно, тоже будет повторен в октябре. Неактивный. Так, какой еще? Незаинтересованный. С большими пробелами. Но это уже следствие, не причина. Безразличный. Да. Потерянный, инертный. Интроверт. Да, интровертов отключает пассивность часто. Заниженный самооценкой. Не сформированы познавательные процессы, отчасти. Закомплексованные. Да. Хорошо. Так, генетически пассивный или семейный проблем? Генетически пассивный в первый раз слышу, посмотрю, не уверен. Считает, что этот предмет не нужен, не идет на контакт с учителем, не доверяет себе. Ага, понятно. Ну что ж, давайте посмотрим, какие же, что же, вот низкая мотивация, верно. Что же выделяют, определяют пассивного ребенка с точки зрения ученых? Итак, характерные черты пассивного ребенка. Тревожность. Причем тревожность вследствие чего? Вследствие того, что какие-то проблемы дома, допустим, все время одергивают, все время пытаются объяснить, что он что-то не так делает. И может быть тревожность вследствие того, что в образовательном учреждении, будь то детский сад или школа, ему некомфортно, непривычно перешел из одной школы в другую или из одного детского сада в другой. Возможно, не привык еще к такому количеству людей в одном помещении, что-то делающих. Застенчивость. Ну, может быть, как от природы застенчивое. Возможно, это приобретенное качество вследствие воспитания дома. Замкнутость. Замкнутость бывает как от рождения, допустим, интроверты, так и приобретенное, когда, допустим, что-то с родителями дома не так пошло, и поэтому ему удобнее спастись от всего и уйти в себя. Медлительность. Когда просто ему нужно больше времени для того, чтобы обдумать мысль, больше времени для того, чтобы принять решение. Часто заниженная самооценка. Ну, заниженная оценка, вот, Ирина пишет, родители внушают, что это не нужно. Вот, пожалуйста, да, очень часто это, кстати, приводит и к заниженной самооценке, когда ребенок думал, что он сделал правильный выбор, а ему объясняют, что он сделал неправильный выбор. Соответственно, он уже начинает в себе сомневаться, и у него занижается самооценка. Такое тоже очень часто бывает. Боязнь нового. Когда ребенок вследствие своего характера не готов сразу принять что-то новое. Знаете, есть такие люди, мистер нет. Вот первым делом нужно сказать нет. Потом подумают, вроде говорят уже да. Вот это очень часто бывает, и это характерная черта пассивного ребенка. Вот Русскин пишет, вчера мне ребенок из пятого класса сказал, что учить не хочет язык по политическим соображениям. Да, ну вот влияние телевизора тоже оно такое очень уверенное. Боязнь не справится с работой. Недавно с этим столкнулся. Тоже очень частая проблема вследствие того, что родители говорят, что не делай это, все равно у тебя не получится. Я сама сделаю, потому что у тебя не получится. И вот это не получится. Оно очень легко прививается. И, к сожалению, потом очень сложно это убрать. После войны пишут, что немецкие тоже не хотели учить. Да, вот такая очень часто проблема, когда еще и какие-то мировые обстоятельства влияют на изучение иностранных языков. А какие причины пассивности можно выделить? Это недостаток эмоциональной поддержки со стороны взрослых. Тут как учителя, так и родители. Вы к этому причастны, поскольку, когда ребенок не чувствует, что его любят, что его уважают, что его воспринимают и что с ним хотят общаться, когда он не чувствует, что он интересен взрослым, это вот недостаток эмоциональной поддержки происходит. Недостаток понимания со стороны родителей уже напрямую. Когда родители все время не хотят с ребенком общаться, либо не хотят общаться о том, что его интересует, не хотят ответить на вопросы, это тоже очень приводит к пассивности, потому что ему становится неинтересно. Повторяющийся неуспех, когда раз за разом что-то не получается, а взрослые, как педагоги, так и родители, начинают говорить, что вот, у тебя все не получается, у тебя все плохо. Сделайте так, чтобы хоть немножко получилось. Найдите за что, похвалите, сразу будет все намного проще. И как следствие, ребенок перестает проявлять инициативу, поскольку дети – самые логичные люди на этой планете. У них логика развита лучше всего. Потом, видимо, с годами, с опытом она забывается. Логика проста. Если у меня это не получается, зачем это делать? Если меня ругают, зачем это делать? Ну и в таком же духе. Если я плохой, то почему я должен быть хорошим, если меня все равно считают плохим? И вот эта логика очень хорошо у них работает, поэтому они перестают проявлять инициативу вследствие вот этих причин. Как наладить общение с пассивными детьми? Это уже, наверное, ближе к нам, к педагогам. В первую очередь попробуйте выяснить круг его интересов. Допустим, спросите его, что тебе нравится, машинки или мячики. Если мячики, поговорите про мячики. Если про футбол, если про машинки, попросите его назвать его любимой марки автомобилей. Я знаю, дети в три года уже могут разбираться в марках автомобилей. Либо просите его назвать слово машин по-английски. Ну, тут включать английский язык уже можно. Самое главное, чтобы он понял, что он интересен вам, что вам интересно с ним общаться. С подростками то же самое. Вот, допустим, седьмой, восьмой класс, такой сложный возраст. Иногда даже до девятого. Если они не чувствуют, что вы им интересны, то то же самое происходит. Они начинают вас просто бойкотировать. Если они видят, что вы интересны, что они вам интересны, что вам интересно их мнение, они начинают по-английски вам его выражать. Часто система введения оценок позволяет ничего не делать и получать хотя бы три. Это отдельная проблема, она становится уже глобальной, но я думаю, что в какой-то период времени найдется ответ и решение этой проблемы. Итак, важно, чтобы ребенок почувствовал вашу личную заинтересованность в общении с ним, чтобы он понимал, что то, что он говорит, вам интересно. Ну, допустим, пример не из детей, уже более взрослых. У меня была девятиклассница в самом моем первом классе, которой пришлось мне три месяца побыть классным руководителем перед выпуском. Была очень запущенная девушка, ей никто не занимался, ее было сложно затащить в школу. И она мне сказала, что, Илья Михайлович, зачем это вам? Вот, зачем вам, почему вас интересует моя судьба? Ну, пришлось ответить, и логично ответить, что мне безразлично кем ты станешь жизнью, конкретно ты. Вот, все. Как вы думаете, последние два месяца девушка ходила на уроки просто постоянно, без каких-либо проблем, в приличном виде, и без каких-либо вопросов. Вижу, вы обсуждаете по поводу двоек. На самом деле, оценки не самые главные, хотя, к сожалению, административный ресурс немножко усложняет в этом плане. В Финляндии нет оценок. Там нет ни ЕГЭ, ни контрольных работ, и поэтому очень все это спорно. Для родителей, да, для родителей очень важны оценки. Но мы сегодня говорим больше про дошкольников. Итак, используйте игрушки. Это именно для начальной школы тоже подходит. Когда он говорит, допустим, не вам, а игрушки что-то, либо когда он пытается что-то сказать от лица, игрушки держа ее в руках. Нет оценок, но и знаний, к сожалению, тоже. Но если про Финляндию, то нет, у них все хорошо. Например, почти нет. Если у нас, то, мне кажется, оценки влияют, но не до такой степени. Итак, какие помощники при общении присутствуют? А, о России. Если говорить о России, то тут все просто. Я такой маленький эксперимент проводил. Были у меня параллельно два седьмых класса. В одном классе такие дети более гимназические, в другом дети обычный класс. Но суть была не в том, в каком они классе, а суть была в их родителях. Вот я видел одних родителей, видел других. Все идет от них. Если в одном классе родители прививали любовь к чтению, то дети все время читали. С ними можно было прийти после каникулы и спросить, что вы читали. Они называли те книжки, которых даже я не читал, хотя очень интересно. Их рецензии были действительно очень толковые. В другом классе, если родители ничего не читают, не хотят ничего прививать, то, соответственно, эффект получается и с детьми. Но зато хотят оценок. Понимаете, это как работник, который ничего не делает, хочет повышения зарплаты. Вот здесь примерно то же самое на всех уровнях. Итак, помощники при общении. Пассивные дети более восприимчивы к невербальным формам общения. Особые значения приобретают. Рифмовки. Когда мы что-то с ними, какое-то стихотворение читаем, как коротенькое. Стихотворение уже полноценное. Песни. Творческие задания, где нужно что-то нарисовать, нужно что-то куда-то вставить. Ролевые игры, когда есть возможность говорить не от себя. А по поводу невербальных форм, для них очень важно, чтобы вы не просто сидели за учительским столом, монотонно что-то говорили, а именно были активным собеседником. Иногда, может быть, что-то и мимикой, и жестами показывали. Это можно очень легко на себе почувствовать, когда мы приходим на какое-нибудь совещание или семинар, и выступающий стоит за стойкой, абсолютно монотонно что-то говорит. То, в общем, минут через 15 все начинают засыпать, обращаться кофе к своему телефону, к книжке, но никак не к лекции. Если лектор ходит по аудитории, но здесь, к сожалению, нет такого возможности, а с удовольствием тоже показывает что-то на слайдах рукой, либо еще что-то делает, то сразу же ваше внимание привлекается, и оно уже не рассеивается. Анастасия Петрова пишет. Часто дети на занятиях в школе пассивны, если занимаются где-то дополнительно. Языковая школа, например. Да, у них хорошее знание, но такое отношение влияет на оценку. Трудно заинтересовать таких детей на уровне школьного урока. Тут, вы знаете, есть два варианта. Либо вы нагружаете их в школе больше, раз они больше знают, либо вы говорите с их родителями о том, что, может быть, имеет смысл не опережать школьную программу, а расширять ее. Это задача, собственно говоря, любого грамотного репетитора. Вот Юлия Вячеславовна пишет. Я тут спросила детей, кто за лето хоть что-нибудь читал. Из всей группы одна девочка руку подняла. Вот у меня в тех тестовых группах одна группа поднимала почти вся группа руки, второй, соответственно, так же, как у вас. Я классный руководитель и мама. Сравниваю детей и сына. Не нахожу ответы. В чем разница? Разница в воспитании. Вот и все. Большая разница, когда я работал в школе в сложном районе города Москвы, когда я работал в обычном нормальном районе. Дети разные. Все идет от родителей. Так, а как соотнести систему оценок? Один успеет, другой опережает программу. И у обоих пять. Это немалая проблема мотивации. Проблемы есть, но, тем не менее, обратите внимание на дифференциированный подход и на индивидуальную траекторию. Главное для оценки, чтобы человек превзошел себя, вчерашнего. Да, лучше, чем вчера, хуже, чем завтра. Вот если по этому принципу, тогда пять. Если как-то по-другому, то уже четыре-три. Двоек нет, все помнят. Итак, ладно. Можно предложить произносить фразы разными голосами. Это тоже очень хорошо работает с дошкольниками, когда Ольга Вячеславовна предложила интересную тему для нового вебинара о развитии памяти детей нового поколения. Хорошо, подумаем на эту тему. Итак, можно предложить произнести фразы разными голосами. Допустим, для них уже все будет по-другому, если они говорят не своим голосом, предложить им говорить басом, либо предложить им говорить тихо. Вот Наталья Алексеевна Юшина показывала у нас на вебинаре, как она с девочкой занималась. Сначала они говорили тихо, потом громко, потом снова тихо. Одно и то же, но ребенок не уставал, ребенок интересовался, соответственно, все было интересно. Рифмовки. Давайте посмотрим, собственно говоря, на примерах. Итак, у нас в 12 шагах к английскому языку, в самой первой книге, собственно говоря, есть вот такая рифмовка. Это песня. Эту песню мы сегодня слушать с вами не будем, мы послушаем другую тоже из 12 шагов, где идет... Она не просто так написана в облачках. Ее можно использовать как рифмовки отдельно, ее можно использовать все полностью, а самое главное, что она еще и включает функцию мотивации, поскольку это самое первое, с чего они начинают изучение английского языка с этим пособием, с этим курсом. Я английский начинаю изучать, чтобы можно было многое узнать, видеть города и страны, за моря и океаны, самолетом выше облаков летать. Изучаю я английские слова. Очень хорошо идут мои дела. Много слов уже я знаю, помню, слышу, понимаю. Выучить английский хочет детвора. По-английски всех приветствую. Hello. А прощаюсь, говорю друзьям. Goodbye. А ведь только начинаю, но уже немало знаю. Ты учить язык, английский начинай. Вот, пожалуйста, вот сразу вам и мотивация, сразу уже поощрение, что уже знаешь два слова, уже научились здороваться, прощаться. Все это включено в данное стихотворение, которое можно также разбивать и на рифмовке. Но это не единственная рифмовка в данном курсе. Этот принцип заложен на протяжении всех 12 шагов. И в первой книге, на втором занятии, нет, на третьем, мы можем увидеть с вами вот в третьем же упражнении вот такую рифмовку, которая еще и есть в аудиозаписи. It's morning, it's morning, and I must get up. Good morning, good morning, it's time to get up. Вот, пожалуйста, соответственно, у вас и рифмовка, которую можно использовать потом на каждом занятии, если вы проводите утром. Можно повторять раз за разом. Можете прочитать ее вы, они вам потом прочитают. Можно послушать аудиозапись, потом опять-таки они все время все с разных сторон. А если еще использовать и тихо, и громко, то это уже целая игра. Еще один замечательный пример, когда мы с вами все знаем хорошо head and shoulders, knees and toes. Я уже об этом говорил. Если любого учителя ночью по английскому языку разбудить и попросить сказать ему head and shoulders, knees and toes, то все остальное он тут же сам произнесет. Причем еще и повторит столько раз, сколько во всех вариациях этой рифмовки присутствует. Радислав Петрович Милют, как автор курса 12 шагов к английскому языку вместе с Натальей Юшиной, придумали свою рифмовку. Вот как она будет звучать. Up and down, up and down. I'm a clown, I'm a clown. Down and up, down and up. Sit down, stand up. Собственно говоря, в данном случае это тоже рифмовка. Это хорошая рифмовка для физкульт-минутки. Здесь заложен принцип как рифмовок, так и ролевой игры, поскольку в данном случае все говорит нам о том, что выполняет действие клоун. То есть, каждый может попробовать себя в роли клоуна, которых они чаще всего любят, и выполнить задание и проговорить рифмовку. Ушел с урока и забыл, хоть запляшись перед ними. На самом деле не так, не всегда все забывается. Я вам желаю на этот год, поскольку год только начинается, с хорошего настроя, с позитива, и тогда, вот как Наталья пишет, только Вячеслава больше позитива. Если подойти с позитивом, то, собственно говоря, все получится. Если вы имеете в виду какой-то, ну, очень тяжелый класс, тут тоже есть свой подход. Например, можно... Я когда-то ученикам сказал, что вот, уважаемый, я два часа готовил конспект, отнимая свое личное время и время сна. Урок вы всегда сорвать успеете, забыть вы все успеете. Ну, для начала проявите уважение и послушайте. Обычно такое шокирует и работает. Проверено пару раз точно. Стихотворение. Тоже можно использовать. Например, брать их из стихов и загадок О. Эта книга очень подойдет и папам для своих детей, потому что после работы обычно время хоть как-то выкроить можно, а вот время на придумывание чего-то уже нет. Дайте, пожалуйста, почитайте своими дошколятами на занятии. Эти стихотворения сейчас прочитаю. Можно и также вручить и отцу в руки, чтобы он прочитал свои. Итак, целый день с мячом играю, отбиваю и кидаю. Без него мне очень скучно. Я и мячик неразлучны. Баскетбол люблю. Футбол для игры. Мне нужен болт. Также эти все стихотворения записаны. Как вы видите, последнее слово на английском в рифму. Рисунок и графическое изображение слова тоже все работают на развитие памяти. И любому пассивному ребенку очень понравится стихотворение, уже опытным путем проверено. Также в этих книгах «Стихи и загадки О» есть вот такое замечательное стихотворение о цветах. «Красный цвет всегда в почете. Всюду вы его найдете. Цвет томатов и клубники. Вкусные спелые земляники. У меня велосипед тоже красный. Значит, red». «Цвет клубники и заката. Помидоры и граната. Он горит. Идти опасно. И ребенку это ясно. Угадайте, что за цвет? Ну, конечно, это red». Эти пособия можно приобрести все. Да, их можно приобрести. Только здесь я положу не ту обложку. Это цвета из книги «Мои первые английские слова». Мои из этих книг тоже примеры будут. В данном случае два примера «Стихи и загадки О». На englishteach.ru есть интернет-магазин издательства «Титл». Вкладка подсвечена красным или фиолетовым цветом. Пожалуйста, заходите. И вместе с почтой России они придут к вам. Если что, в конце будет ссылка, собственно говоря, на интернет-магазин. Итак, «Стихи и загадки о птицах», о животных. Тоже очень интересные примеры. Прочитаю. «Маленькая, но шустрая. И порой умней кота. Норка. Вот ее домишка. Это серенькая мышка. Вам знаком ведь Микки Маус? По-английски мышка Маус». «Хвостиком яйцо разбило, да и репка ей по силам. Хоть и маленькая ростом, победить ее непросто. Шум и гамм, и полный хаос. Поделилась в доме Маус». Да, вот, пожалуйста, с одной стороны и стихотворение, с другой стороны они узнали, что Микки Маус – это Микки Мышка. Они узнали, что это слово они уже знают, поскольку произносят слово Микки Маус. И, соответственно, очень хорошо можно поработать. В «Денадцать шагах к английскому языку» можно найти, например, вот такую песню, если мы говорим о песнях. И сейчас мы ее с вами послушаем. Обратите на нее внимание, там есть очень много интересных моментов. Это из четвертой части. Сейчас я вам ее включу. «Микки Маус» Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, вижу несколько вопросов. Вопросов сейчас на какую-то часть из них отвечу. Итак, Оксана Сурина, повторите еще раз этот вопрос в конце вебинара. Я вам отвечу. У меня ответ есть. Так, примеры из основной школы. У нас есть тема в разделе «Семинары и вебинары». Предложите поговорить нам на эту же тему о средней и старшей школе или о начальной школе. Мы с удовольствием проведем данный вебинар. Итак, хорошо. Я думаю, вам всем понравилась эта песня. И на что я лично бы обратил ваше внимание. В первую очередь, вот пишет «Отличное». В первую очередь на то, что все слова повторяются практически в течение всех куплетов. Да, в той или иной вариации. То есть, соответственно, идет с запоминанием проще. Во-вторых, Радислав Петрович Пимель, вот это его голос, когда записывал эту песню, специально делал ее максимально такой, чтобы ее было легко пропеть. Да, с точки зрения мелодики, чтобы каждый мог справиться. И произносил слова нарочито, четко и понятно. Не как это происходит обычно у англичан. Для того, чтобы все могли разобрать слова и подпевать, а не просто открывать рот. Дети очень хорошо умеют это делать. Соответственно, они могут потренироваться и поработать с этой песней. Я думаю, что она не один раз принесет очень много радости на ваших занятиях. Вот пишет Светлана. «Замечательно и четко слышны слова и звуки». Да, именно так. Давайте поговорим о творческих теперь заданиях. И первый пример у нас из серии книг «Развивашка», «Развивашка о птицах». Тут творческих заданий достаточно много. Да, вот пишет «Похожая песня на All my Donuts has a fun». Да, действительно похожа, но в то же время принцип, скажем, такой же. Но, на мой взгляд, эта песня немного другая. И, опять-таки, отрабатывается именно та лексика, которая нужна в данный момент. Итак, подбери подходящие фрагменты рисунка. Как я говорил, такое. Это на развитие мышления, но можно отнести немножко их творческому заданию. «Помоги художнику докрасить картинку». Абсолютно творческое задание. В принципе, «Развивашки» так и построены, что сначала идет предъявление, потом идет на развитие мышления задание, потом задание на творчество, как поощрительное. Но в данном случае мы еще и разумеем мышление, поскольку цвета какие-то подсказаны, какими надо раскрашивать. Также нужно не выходить за контуры. Это очень важно для дошкольников, поскольку очень часто они не умеют прорисовывать внутри контура. Для них это сложно. Следующее задание тоже – это развороты из-за «Развивашки» жителей подводного мира. В данном случае идет знакомство с темой данного посолья, темой жителей подводного мира. И нужно показать, дорисовать хвостики, какие-то части, обвести по контуру. Это тоже достаточно сложно для них. Нужно приучать руку к этому. И есть возможность, с одной стороны, догадаться, что здесь спрятана морская звезда, дорисовать ее. А в другом кружочке нарисовать то, что, собственно говоря, самим хочется. Это может быть. То есть им надо уже подумать, что же может еще жить в подводном мире. Это может быть звезда, которая им понравилась. Это может быть морской конек. Или какая-нибудь одна рыбка. Тут уже правильный ответ будет любой тот, который относится к подводному миру. Стихи и загадки О. Вот, пишет. Первому классу нравится задание такого рода. Пожалуйста, вы можете использовать эти пособия в первом классе, как в неклассной деятельности. Почему бы и нет. Стихи и загадки об игрушках. Пожалуйста, тоже очень интересное есть задание. Сами стихи мы с вами уже видели. Но вот у них есть еще и дополнительные задания. Например, сделай аппликацию, где нужно сделать вот этого замечательного медведя. Собрать его в образец. В развивашках уже в стихи жителей подводного мира, как обещал, показываю полный разворот, идет предъявление слова «вейл». Дальше мы обводим пальчиком. Это помогает растормошить наших пассивных детей. Знакомлено его с русским значением этого слова. Подписано. Дальше нужно сделать игрушку по выкройке. Что же является творческим заданием, но и на развитие моторики, мышления и так далее. И уже совсем творческое задание, где нужно, опять-таки, докрасить не выходя за контуры замечательного кита. В развивашках об игрушках можно встретить, например, такие задания, где нужно найти двух одинаковых лисичек. Такие задания тоже очень нравятся пассивным детям. Создают ситуацию успеха. В следующем задании нужно соединить точки и раскрасить картинку. Есть за что похвалить. Допустим, не вышел за контуры, нашел одинаковых лисичек. Их, соответственно, назвал по-английски. Почему бы и нет. Соответственно, есть за что похвалить. Есть чем гордиться и уже стремиться к следующей ступеньке. На шагах к английскому языку тоже есть такие раскраски. Есть и много других интересных заданий. Например, такая. Раскраси назови. На втором занятии, когда познакомились с главными героями книги Алексом и Сандрой, предлагается их раскрасить. Можно выступить немножко в роли дизайнеров. Предложить им нарисовать, каким бы они хотели видеть на мальчике футболку, какого цвета хотели бы платье видеть на девочке и так далее. Тоже очень хорошее, полезное задание. Творческие задания. Например, учимся считать в моих первых словах у Алексея Слечко-Набеева, где дается сначала цифра, дается графическое название, пишется фо, дается изобразительное, как мы его видим, именно арабскими цифрами. Как мы видим на рисунке, четыре огурца. И затем творческое задание, где нужно, не выходя за контуры, разукрасить, собственно говоря, эти огурцы. Ролевые игры. Ролевые игры у нас присутствуют в 12 шагах к английскому языку очень много и активно. Допустим, в данном случае посмотри, послушай, повтори. Как мы уже говорили, где клоун, делать зарядку. То есть, каждый может стать клоуном Томом, который здесь представлен, и провести зарядку для всех, либо провести ее зарядку вместе с ним. Присутствуют маски для игр. Поскольку игр очень много, чтобы было легче представить. Светлана пишет. Ролевые игры идут на ура. Да, у ролевых игр, мы уже много говорили, когда говорили о средне-старшей школе, у них огромнейший потенциал, на самом деле. Они больше всего приводят учебно-речевую ситуацию к реальной. Поэтому у них потенциал огромный. А пассивным детям, детям, допустим, интровертам, дают возможность спрятаться за чей-то образ и не говорить от своего лица. Хотя, если говорить про дошкольников, все равно это будет их мнение. Тоже еще одна ролевая игра «Посмотри и послушай». В данном случае знакомятся животные, и все идет от их лица. Поскольку есть книга для воспитателей и родителей, то, соответственно, я могу полностью прочитать задумку автора. Итак, пятое задание мы с вами видим. Теперь посмотрим. Скажите, что сейчас вы узнаете историю о том, как собака Чарли поблагодарила своего друга, кошку Китти, за помощь. Прочитайте детям надписи на рисунке. Китти, up, down, Чарли, get up, sit down, oh, get up, thank you. Вот, соответственно, каждый может на себя взять роль либо кошечки, либо собачки и поучаствовать в этой игре. Екатерин пишет, бывает достаточно часто, что используешь игры и раскраски как небольшой отдых на уроке, а детки привыкают развлекаться, а потом их трудно переключить на более серьезную работу. Но именно поэтому мы постарались все эти раскраски и творческие задания привести к тому, чтобы они работали все-таки на развитие не только общей, но и на обучение английскому языку, как вы могли бы заметить. Итак, в 12 шагах к английскому языку в самой первой книге есть еще игры с тематическими карточками. Допустим, в данном случае нужно поиграть с карточками, на которых нарисованы главные герои книги. Все карточки эти очень легко кладутся в ладошку, они подходят по размерам детской ладони, и, соответственно, с ними очень удобно работать. Создание ситуации успеха – тоже очень важный момент, как этого достичь, какие есть приемы для этого. Можно использовать задания. Показать на картинке, выполнить команду либо действия, выбрать нужную карточку, графические задания. Важно назвать по имени, поощрять таких детей какими-то приятными заданиями. Бывает такое, что учителя, слушаю, в начальной школе начинают называть по фамилии, и вот таким детям это очень сильно не нравится. Их обязательно нужно называть по имени, для них это счастье просто несусветное. Так, если им давать потом игры более сложного уровня, то происходит отторжение задания. Может быть, уровень слишком сложный, тех игр, которые от легких к сложным, когда вы переходите, нет никакого-то среднего этапа, потому что обычно такие задания не отторгаются. Не следует подгонять их с ответом. Пассивным детям нужно иногда больше времени для того, чтобы что-то обдумать. Даже если они не выражают эмоции наружу, очень часто у них внутри происходит ураган эмоций, просто это не отображается внешне. Для нас это, с одной стороны, доставляет неудобства, потому что легче видеть, что происходит с вашим учеником, чем догадываться. Но, с другой стороны, мы это должны помнить для того, чтобы уметь раскрыть их как цветок, чтобы они давали хорошие результаты. Вот пишут, действительно, резкий переход очень трудный для таких деток, поэтому стоит именно игры и материалы подбирать так. Ну, вот мы постарались в пособиях и в курсе «12 шагов» так сделать, для того, чтобы уровень сложности повышался очень постепенно. Показать на картинке тоже очень хорошее задание. Допустим, выполни задание и скажи. Сначала можно предложить просто назвать по-русски эти предметы, вставить. Потом можно попросить их назвать по-английски. Или, например, самим назвать их по-английски, и он вам показывает, что это за предметы, куда его нужно вставить. То есть, тут вариантов очень много. Имеет смысл с этим поработать. Показать на картинке. Например, в книге «Мои первые английские слова. Что говорят животные» можно встретить такое задание, где у нас есть графическое символное изображение слов, как мы привыкли, как они написаны. И нужно их соединить с изображением уже реальным, допустим, с рисунком кошки или поросенка. И, соответственно, составить слово «сочетание». Многие еще не умеют читать, и в этом нет ничего страшного, но они уже могут запомнить написание слов как вывески, и, соответственно, очень легко соединить с картинками. Показать на картинке, допустим, этот принцип вообще заложен очень хорошо в книге «Мои первые английские слова». Давайте посмотрим на примере «Учимся считать книги». Знакомимся с числом 7. Показываем на само число. Предлагаем провести пальчиком, чтобы уже приучать руку к письму, познакомиться с его написанием. И читаем. 7 mushrooms. Покажите, пересчитайте все 7 грибов. Так будет намного проще. 7 white mushrooms. Показываем везде, где есть на странице белый цвет. В первую очередь на самих грибах. 7 round white mushrooms. Показываем им, что такое раунд. Обводим по кругу половника, обводим по кругу шляпки у грибов, чтобы они понимали, о чем идет речь. Потом они вам сами смогут совершенно спокойно. Вы читайте заново. Они сами вам все это покажут. Выполнить действия. Это можно тоже с книгами «Мои первые английские слова» попробовать. Где мы, например, изучаем слово wash и please. Wash будет, соответственно, в первую очередь и действием. Мама говорит. «Please, wash yourselves». Вы им показываете. «Wash» прямо можно как-то символично провести вокруг лица, либо еще как-то это показать. И предлагаете им попросить уже, как на следующей картинке, игрушкам сказать «Please, wash yourselves». И попросить помочь каждой игрушке, произнося слово wash, произнося слово please. Вы им объясните, что please – это пожалуйста. Что если не сказать «пожалуйста», то игрушки не послушаются вас. Выполнить вот эти замечательные действия. Графические задания. Опять-таки, это будут раскраски. Например, в книге «Что говорят животные» нужно раскрасить такого попугая замечательного. После того, как мы познакомились с ним, назвать его еще раз по-английски. Тоже будет очень хорошее творческое задание, которое будет помогать запоминанию слова parent. Так, звук песни перекрывает меня. Сейчас, секунду. Вот теперь он у вас должен пропасть. Не знаю, почему он был включен. Итак, ну хорошо, что сказали, потому что все поправимо. Давайте посмотрим на следующий пример. Тоже графическое задание в книге «Развивашка». Очень интересное тем, что нужно докрасить мишку так, чтобы получилось, как на левой стороне, чтобы было похоже. А задание выше нужно… Вот, получилось. А задание выше нужно, соответственно, провести по контуру, чтобы завершить рисунок девочки. И догадаться, что может лежать у нее в кроватке. Это может быть как младший братик, это может быть также и игрушечный зверь какой-то, или кукла. Тут нет правильного ответа, любой ответ будет верен из этих. И, соответственно, они могут его нарисовать как там в кружочке, но, скорее всего, нужно взять, будет, отдельный лист и нарисовать там. Также можно попробовать позаниматься как с графическими заданиями, с первыми прописями. Это «Развивашка прописи для мальчиков», либо «Развивашка прописи для девочек». Я думаю, что это вызовет дополнительный у них интерес, потому что они в этом возрасте разделяют себя. Девочки с девочками, мальчики с мальчиками. Прописи эти интересны тем, к сожалению, на слайде показать очень сложно, что поверх вот этой страницы есть страница прозрачная, как калька. И, соответственно, нужно прорисовать там буквы, которые будут уже серенькими, раскрасить, обвести. Вот пишет «Отличный вариант разделенных прописей». Спасибо, мы рады, что попадаем в цель. Итак, они будут рады обвести по контуру чайничек на первой странице, попробовать его раскрасить. Если что-то не получилось, уже раскрасить его здесь и так далее. То есть, тут есть очень много вариантов работы. Можно работать как с калькой, как с черновиком, здесь как с чистовиком дописать буквы. Здесь есть для этого места. То есть, масса и масса хороших возможностей для того, чтобы позаниматься. И, собственно говоря, по скриптам, поскольку заключение здесь подводить нельзя, очень много различных вариантов того, как работать с пассивными детьми. Есть замечательный ученый Наталья Амищик, с которой можно совершенно спокойно и интересно почитать ее статьи и, собственно говоря, узнать для себя массу нового. Итак, вот что она пишет. «Пассивные дети очень разные, как и все дети. Тут главное находить какие-то самые простые и удобные приемы. Чем он будет проще и удобнее, тем лучше это сработает. И для каждого ребенка они будут немножко разные. Ну, допустим, я занимался с второклассником дополнительно на репетиторстве, и у них было очень много письменных заданий в школе. А он очень плохо писал. Мало того, что почерк плохой, так еще и пробелы ставил. Либо не ставил, либо ставил между каждой буквы пробел. Решение было очень простым, поскольку изначально у меня был такой корынский немножко интерес. То есть, хотелось, чтобы все-таки было попроще читать его записи. Ну, и, конечно же, хотелось помочь ему. Я ему предложил закрывать букву пальцем, которую он уже написал, и писать следующую букву рядом со своим пальцем. Тогда у нас слились слова воедино. А для того, чтобы делать пробел, я предлагал после последней буквы в слове ставить палец и писать снова рядом с пальцем. Через какое-то время мама его, которая не знала, что я его этому научил, приходит ко мне и говорит, я, говорит, начинаю проверять его русские записи, ну, по русскому языку. И, говорит, удивляюсь, наконец-то все стало нормально. Начала расспрашивать, что, как, это меня Илья Михайлович научил. Поверьте, родитель была очень, вот мама его была очень довольна и счастлива тем, что, наконец-то, стало возможно читать то, что он пишет. Либо я занимался с девочкой, четвероклассницей с дислексией. Причем запущенный вариант, когда второй и третий класс прошли мимо. Мы за один год нагнали всю программу. Ответ был прост. В первую очередь я не задавал никаких контрольных работ. Кто такой Анищик? Это она, это замечательная женщина, которая написала ряд книг, посмотрите в интернете. У нее есть множество статей по тому, как обучать дошкольников английскому языку. Вот. И, собственно говоря, отсутствие контроля. Мы с ней этим, ну, это были индивидуальные занятия в школе, достигли ситуации успеха. И уже в пятом классе она со всем классом совершенно спокойно смогла учиться. Да, вот Анастасия Петрова пишет. Дети есть дети. Они любят играть. Но почему же на уроках математики и русского они к материалу относятся более серьезно, усваивают его? Ибо занятия английским всегда воспринимались в школе больше как дополнительные. Где можно переиграть и расслабиться. Не скажу, что это плохо, но так знания языка и будут на уровне игры. Ну, если говорить о более взрослых детях, я вот в это не верил, но у меня была знакома преподавательница по немецкому языку, которая очень много со слабыми ребятами именно играла на занятиях. И это приносило намного больше результатов, чем попытка давать академические такие правильные уроки. Ну, с какой-то точки зрения, поскольку сейчас считается, что игровые техники – это, наоборот, очень даже правильно. То есть, тут не стоит думать, что ваш предмет какой-то второстепенный. Просто стоит именно заниматься так, чтобы это было максимально продуктивно. Включать в любые игры и так далее. Все-таки английский язык, поскольку английский язык – это не всегда является целью, а именно посредником обучения. Так, мне предложили английский язык в первом классе. Будет ли 12 шагов для семилеток? Нет, для семилеток пока что 12 шагов не планируется. Можно использовать пособия, мы об этом поговорим с вами на следующем моем вебинаре. Как их можно дополнительные пособия по английскому языку, которые я вам сегодня показал, использовать именно для вне-классной, неурочной деятельности в первом классе. Что еще хорошего я вам хотел сегодня сказать? У нас идет онлайн-апробация учебников happyenglish.ru на 2015-2016 год с предоставлением бесплатных учебников. Поэтому, пожалуйста, вы можете, нажав Ctrl и кликнув мышкой, пройти на страницу на englishteachers.ru либо после вебинара найти эту тему. Это очень просто. И поучаствовать в апробации. У нас также есть вкладка конкурса, где сейчас проходит уже второй год подряд лучшая методическая разработка по английскому языку. В первый год было очень много работ. Многие были очень интересны. Победители получили свои призы. В этом году призы не менее интересные. Посмотрите, поинтересуйтесь. Я думаю, что вам очень и очень понравится. И мы также есть в социальных сетях. Нас легко найти. Как в ВКонтакте, титул паблишерс, так и в Facebook. То же самое. Наша официальная страница в Facebook, титул паблишерс. Очень легко найти. Можно в Яндексе, например, набрать издательство титул. На первой и второй странице они обязательно появятся. Также, как обещал, ссылка на интернет-магазин издательства титул, где вы можете приобрести книги без наценки. Только стоимость самой книги плюс почта. И выкладываю в первый раз свою почту. Если у вас еще какие-то вопросы потом появятся, можете мне писать. Так. С удовольствием теперь отвечу на все ваши вопросы, как обещал. Так. Можно ли приобрести диск с лучшими методическими разработками прошлого конкурса? Нет. Прошлогодние работы частично включили. С двух лет мы составим такой диск. Мы будем его раздавать абсолютно бесплатно на семинарах. Так. Так. Об английском как втором. Да. Помню, Оксана, что вы задавали этот вопрос. Итак, я бы вам посоветовал написать, зайти к нам в интернет-магазин и обратить внимание на книгу с пятого класса happyenglish.ru, как первый год обучения. Для того, чтобы приобрести эти книги, вам нужно написать на shopsobakatitool.ru, и вам подскажут, я думаю, что на один класс найдется нужное количество этих учебников. И благодаря этому учебнику можно изучать английский как второй. Буду рад, если вы воспользуетесь этим советом. Итак, раз вопросов больше нет, я вам выкладываю ссылку на сертификат, точнее, код для сертификата. Обратите внимание, сейчас появится слайд о том, как получить сертификат. Как, собственно говоря, им воспользуется. Кто-то писал в самом начале видео про то, что приходит ли он автоматически. Да, он приходит после того, как вы его сгенерируете. Он дублируется и у вас на почте, если вы ее правильно вписали. Спасибо большое и вам, раз вопросов больше нет. Так, почему ограниченное количество участников? Мы этот вебинар повторим в октябре, это связано с площадкой webinar.ru, у них технические неполадки. Но этот же вебинар мы повторим в октябре, так что сможем еще раз обсудить эту тему. Презентация будет выложена на englishteachers.ru В открытом доступе уже в понедельник.